Субтитры делал DimaTorzok Здравствуйте! Добрый вечер. Как Вы себя чувствуете? Да слава Богу за все. Понятно. Чувства мои не в плоти, а в духе. Живем не во плоти человека, а в духе. Дух дышит где хочет, и голос его... Слышишь, а не знаешь, откуда приходят и куда уходят. Так бывает со всяким рожденным от духа. То есть это есть в индуистской культуре. Есть брахманы там всякие. Они живут уже не в плоти, то есть они отрекаются от плоти. Мало питаются, не заботятся ни о холоде, ни о жареете. Приучаются к себе. А что, а если бы я заботился о теле, я бы сейчас лежал бы день и ночь, только орал бы от боли и все. У меня боли жуткие и невыносимые просто. Это невозможно терпеть. А когда отрекаешься от него, от тела, то, а что оно мне делало? Ну пусть болит. А у меня другая радость на сердце. У меня радость от предвкушения встречи с Богом. А это все же человек сидит в тюрьме, да? А на стене ставят палочки, когда ему на свободу. И все, и остается там может быть. Какой-то год, полгода. И все, и он радуется вот этой встрече уже. И не замечает того, что происходит с ним невзгоды в четырех стенах. Так и тут. Человек, чтобы с ним не происходило плохое, он всегда это забывает. То есть проходит, так устроил Господь человек. То есть проходит некоторое время, и все, человек иногда даже горе какое-то запоминает с такой легкостью. Ну, прям пример терпения, конечно, вот для меня. У нас вчера мальчик, например, шестнадцатилетний, в поселке. Ну, внезапно встал просто с дивана, тромб оторвался и умер. Вот. У детей у моих шок был. Потому что у меня дочке 15 лет, она его знала хорошо. Сыну 12, ну тоже такой уже большенький знал его. Сразу такие вопросы пошли. А куда душа? А какие мытарства? Расскажи как чего? Конечно, да. Вот такие примеры. Я вчера только поняла, что мы оберегаем своих детей от смерти. Вот раньше там на похороны лишний раз не берем с собой или еще куда-то. А надо. А дети должны видеть это, чтобы нормальными расти людьми. Конечно. Смерть – самое важное событие в нашей жизни. Мы рождаемся для того, чтобы умереть. Потому что смерть – это переход. Переход в вечность. А важнее вечности нет ничего больше. Важно, каждый попадет в вечность. Но важно, куда ты попадешь, в какую вечность, с кем ты будешь. Если ты в этой жизни не принимаешь Господа своим спасителем, и тогда он не сможет нас просто принять в рай, в обительство. Потому что туда ничего нечистое не входит. Кто любит меня, сказал Господь, тот заповеди мои соблюдет. То есть, если мы любим Господа, мы каждый день, каждый час, каждую секунду доказываем Ему свою любовь. А чем доказываем? А соблюдением Его слов. А слова Его в Евангелии опять же. Возвращаемся к чему? Если мы не знаем Евангелие, мы не знаем, что говорил Господь. А не знаем то, что Он говорил, мы не сможем законы Его соблюдать. Ну, знаете, я мало читаю Евангелие, как положено, да, там каждый день, говорят, читаю Евангелие каждый день. Но я когда его беру в руки, я не могу читать по одной главе. Я как книгу, знаете, все, я вот не замечаю, глава за главой, глава за главой. И оно, конечно, откладывается в голове, но, по сути, каждый день надо читать. Я понимаю. Я вчера Вас слушала, Вы Евангелие, Евангелие, Евангелие. Думаю, буду каждый день читать. Каждое слово, опять же, сказано в Евангелии, каждое слово живо и действенно. То есть, если мы будем вот так вот читать его, ну, целыми, я не знаю, целыми страницами, да, ну, проглатывать будем важное в большинстве своем, как книгу. Мы из книги стараемся выловить основной смысл, да, вот, какой-то понимание. А здесь каждое слово имеет особую важность. И человек, и одно слово может изменить корни жизни просто. Лучше вот так вот по голове, там, где-нибудь почесал голову, да, какую-то, и ходил, думая о ней весь день. Лучше, конечно, с толкованием читать. Толкование или Илана Золотоусова, ну, а проще всего филак болгарский. Ну, да, вот я его, я больше, ну, я слушала, включала толкование. Еду в машине, когда слушаю, готовлю что-нибудь на кухне, включаю, слушаю постоянно. Потому что сесть вот так читать особо как-то, ну, в заботах каких-то. А чтобы время не проходило, я включаю и слушаю много. Вот вы мне прислали аудио, я прослушала, вот вопросы возникли. А как же люди, которые, вот, не рождаются в духе? То есть можно всю жизнь прожить, так и не родиться в духе? Не рождается большая часть людей. А куда же они идут? Неужели и всё, значит, и они не спасены? Ну, спасибо. Я не могу это никак, мне аж прям дурно плохо стало от этого. Жалко. Они будут судиться другим судом священным. Вот, они судятся уже по совести те, которые не приняли Господа. Ну, мы просто себе представляем там, вот нас научили ад там, да, это черты, сковородки. Ад – это там, где нет Бога. То есть нет, где света Христова нет, где нет радости Божьей. Не все люди попадают в такие мучения, мучительные кошмары, да. Ну, вот, человек просто попадает, может быть, ему какое-то место выделяется, где он просто будет землю возделывать. Ну, и радости никакой не будет. Но сейчас, как и некоторые люди живут, да, он ничему не рад в этой жизни совершенно. Он всё рычит, всё ему не нравится, всем он недоволен. Вот он в этом состоянии переселяется в вечности, в этом состоянии он будет находиться в вечности. Вот не значит, что его там будут вилами протыкать. Он так же будет беспечный. А ему не нужно больше ничего, он просто не понял, не оценил. Ему нравится вот состояние находиться, как он сморного человека и всё, ворщать и скрипеть. Ну, вот, я вот чётко могу разделить, я не понимала, что это происходит, может, это и не рождение свыше было со мной, но я чётко разделяю. Года полтора назад что-то со мной произошло, я совсем по-другому стала смотреть. И Христа узнала по-другому. Я до этого верила как бы, а потом как знать, что ли, стала. Но сказать, например, вот так про себя, что я родилась свыше, мне кажется, это так дерзко, это не достоинство такое моё. И как вот это вот узнать? Родился человек, нет? Знать легко. Есть ли у тебя совместная любовь с Богом? Любишь ли ты его? Ты его любишь? Ты любишь своих детей? Правильно, ты любишь? А Бога ты любишь? Я когда им, ну, я очень часто говорю просто так ему, Господи, я тебя люблю, особенно когда я тебя так сильно люблю, я ему говорю, я не могу это без слёз говорить. Я стою перед распятием, например, в храме и говорю это мысленно. У меня прям слёзы каждый раз текут. Не знаю. Ну, не радуйся это рождение, рождение свыше. Человек, измениться человек может в любой религии. Ты посмотри, вот, допустим, те же иеговисты, свидетели иеговы, да? Они просто гонители Христа, они Христа за Бога не признают. Ты посмотри там, насколько они прилежные, культурные и вежливые люди, да? Они тоже меняются. Но, опять же, они меняются не от Бога, они меняются. Они меняются для этого мира. То есть, они как бы себя противопоставляют миру. У нас другая любовь совсем. Мы отвергаемся себя, берём крест, который предлагает. Мы не смотрим там на поддержи свои, где мы живём, чего мы кушаем, чего Господь даёт, тому и радует. Всё, и идём просто за Богом. Ну, да, люди, они вообще все хорошие. По сути, в каждом, в каждом человеке есть вот это сидит. У меня девочка пришла работать на работу. Брата моего девочка. И он мне, наверное, через неделю, он мне говорит, ты что с ней сделала? Ты что с моей Леной сделала? Он говорит, что случилось? А я, говорит, ем, она у меня, говорит, чуть не с тарелки рыба встаёт. Я говорю, давай, ты, наверное, не будешь. Она бомжам рыбу собирает в пакетике. Он говорит, вообще она у меня вредная. Я говорю, да она у тебя чудо чудесное. Она кисок, собачек и человек вообще абсолютно другой. Просто ей вот этот вот немножко путь вот показать, направить, что есть, что можно от этого такое счастье получить, от того, что ты покормила бездомного человека, что ты не получишь там этого счастья от норковой шубы или сапог каких-то. А человек это один раз уже понял, почувствовал, всё, у него потребность. Вдруг не родишься так вот, всю жизнь проживёшь, не родишься и не увидишь потом Царство и Божие. Родиться можно, но, опять же, можно и отпасть, можно и умереть, дусть как родиться, так и умереть. То есть, если мы приобретаем, рождаемся, мы эту драгоценность должны нести по жизни. Она настолько хрупкая, что мы её можем сломать и потерять. Потому что мир поглощает вот этими своими заботами, да? Углубляясь, удаляясь. Сейчас я найду в Евангелии галатому. Апостол Павел, как говорит, дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, глуп, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распред, разногласия, соблазны, ерести, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Я предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие не наследует. Плод же Духа, а теперь он говорит о плодах Духа Святого. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но таковых нет закона. Но те, которые Христовы распяли плость со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться друг другу, раздражать друг другу, завидовать. То есть о чем он здесь говорит? Рожденный Господа, он распинает свою плоть. Вот эту плоть греховную, которую мы раньше грешили, даже ее подобно Кресту, зайти на крест и распять. То есть возненавидеть вот эту плоть, которую мы грешили. А жить Духом. Жить духовной плоти уже. Вот духовный человек. Есть два человека, да? Ну, вообще, как понимают? Понимание, какое вам такое есть? Что человек подобие Бога, да? Он плоть, душа и дух. Вот. Чтобы иметь Дух Божий, нам нужно Дух Святой обрести. Вот. Если мы не обретаем Дух Святой, то полнота наша заключается Духом Бесовским. Поэтому нам надо постоянно вот эту вот вести борьбу. Она идет каждую минуту, каждую секунду, а борьба с помыслами. Она внутри идет, да. Она внутри, ну, как сказать, от всяких таких грехов, я имею в виду, что там объедение, пьянство, еще чего-то. То есть не делаешь таких вот усилий никаких, а внутри борешься. Это даже между рожденными, опять же, как апостол Павел говорит, там пьянство, вот это вот, блудь. Они даже между нами не именоваться. Для нас это позор вообще. Ну, как об этом даже стыдно говорить, чтобы там христианин напился, да, или сблудил. Это даже невообразимо. Это не может быть. Рожденный от Бога, как написано, не грешит. То есть мы уже живем не этой жизнью, а той. То есть, когда приходит наша смерть, да, мы просто незаметно переселяемся в нашем духовном состоянии, вот в этом, с Господом внутри нас. Переселяемся из этой жизни в ту. Праведники, они так и умирают. То есть, они не ударственники, не проходят, они прямиком к Богу. С улыбкой, да, становится. Как написано, что верующий Сын Божий на суд не приходит. То есть, праведные люди, святые, они, которые прожили праведную эту жизнь, они на суде будут не как подсудимые, а как свидетели. Но некоторые даже из святых и праведников будут судить ангелов. Так и написано. Представляешь, чего можно достичь, какой святости при этой жизни. И это все при нашей жизни можно достичь. Мы просто, раз не хотим трудиться над собой, да, пропускаем себя. У меня ребенок вчера спрашивал, вот, ну, про мытарство я ему рассказывала. Говорю, что ангелы ведут душу, ну, и там и бесы есть, которые тоже плохие дела, говорю, наши говорят. Он мне такой вопрос задал. Что, говорит, нужно здесь сделать? Я, говорит, хочу быть ангелом, который душу возит к Богу. Что, говорит, здесь надо сделать, чтобы стать таким ангелом? Ангел в переводе как вестник, слуга. Он служит. А человек свободен абсолютно. Он свободен в своих делах и поступках. А вот еще про покаяние, то есть, вот, что покаяние – это разовая, да, такая вещь? Да. Вот. А как быть, например, с грехом, который ты, ну, как бы, каялся, вот, чисто формально, я так понимаю, просто произнес, но в душе не возникло этого покаяния? Ну, ты этот грех уже не делаешь, страх Божий держит, и ты знаешь, что его делать нельзя? Важно покаяние перед Богом, важно то, что ты не делаешь уже, а то, что каялся или не каялся, это не важно. Сам процесс неделания, оно уже как доказательство отказа от греха. Угу. Угу. Бог – это дух. То есть, и поклоняться Ему люди должны в духе истине. То есть, таких людей себе ищет Бог. Духовных людей. Не тех, которые иконки целуют, свечки ставят там, поклоняются там, ходят и хоры эти слушают, понимаешь? Это все для плоти, это все для мозга. Это все этим всем мозг удовлетворяется, вот это вот тело мясное, мясо этим удовлетворяется. А нам нужно свой дух наполнить. Именно таких людей ищет себе Бог. То есть, мы в духе должны радоваться. Нету, допустим, ничего, мы находимся просто в голых четырех стенах, представляешь? А радость нас распирает. От чего она распирает? От того, что мы Богу радуемся, от того, что у нас внутри Бог находится. И сама икона, она из себя ничего не представляет. Это просто древний вид фотографии. Вот. Фотография святого. Или же событие евангельское, которое, ну, в картинке выражено. Какая-то та или иная там жизненная ситуация, да? Вот. А, видишь, людям преподают это так. Люди сами, как бы, из этого делают культ такой. Вот. Они превозносят вот это все. Там икона такая-то святая, там непонятно какая. Еще, по-моему, в начало 90-х годов были, было мироточение везде. Очень много было всяких. Вот. И поехала комиссия патриархийная. Патриарх послали. Угу. Вот. И они сделали вот эти вот анализы, иконы, да, собрали. И потом на собрание такой вердикт вынесли, они бесили над вами, смеются, потешаются. Понимаешь? Да вы что? Для чего это все делается? Вот прийдет Антихрист на Диза. он чем написано будет соблазнять людей чудесами чудесами люди требуют чудес мы вообще русские люди больше других это ждем и требуем какие-то салфеточки, тряпочки, иконочки целуем, ходим, все мы ждем чудес а сатана, когда придет, он именно придет с этими чудесами как написано, и огонь с неба не сводить за что его полюбят его полюбят за эти чудеса полезнее всего не отвергать и не принимать то есть ровно к этому относиться посередине, где отпустил и все а вот замироточил и по-моему слава Господу и все и забудь о ней ну это как мне вчера там подруга одна позвонила, говорит, мне за детей как помолиться, какую мне молитву прочитать, ты мне скажи мне нужно точную молитву, чтобы вот, я говорю, от сердца слезами, я говорю, на коленях со слезами, говорю, от сердца человек ищет какой-то рецепт сейчас вот ему дадут рецепт, он делает это и исполнится то, что это называется язычество то есть язычество, оно как было, оно очень привлекательное это язычество, потому что оно ну как бы, люди, особенно женщины, они любят гадалок всяких, знаешь, полицателей там волхвов там, гороскопы все вот такое вот, и здесь они тоже самое ищут вот такой вот таких чудес в церкви Бог живой он никакой там не чудесник, не расчудесник он делает так, как к нам обычные положения то есть если он говорит, он говорит прямо если нам поступает какая-то информация двусмысленная, то это уже не от Бога я лично сталкивалась давно, правда, почти 15 лет назад меня как маленькую папа отвел она мне там пошептала, у меня все прошло ну у меня с грудью была проблема кормила ребенка и было очень много молока и вообще там хотели резать все температура на 40 неделю была ну вот характерно что что я съездила и тут же переступивши уже порог дома у меня температура спала температура была 37 понятное дело они дают облегчение а потом а потом я настрадалась но опять же через это тоже я через это я к Господу вышла с этими страданиями там и биопсию брали и что только у меня не брали я там страху натерпелась на тот момент молодая жизнь хотела дети маленькие мне вот сергей троицкого нравится богослову слушать вы не знаете кто это? ну слушали? не помню может слушал у меня на фамилии имена фамилия плохая у него такое такие лекции идут обожжение называется не знаю правильно ударение ставлю нет обожжение обожжение вот вот и это и есть и уподобление Богу то есть оно обожжение происходит на земле нам Господь предлагает здесь уже начать этот путь начало есть у него на земле а конца ему нет почему нет? потому что Бог он бесконечно свят то есть он он бесконечен понимание его познать нельзя понять его нельзя вот поэтому Богом до конца нельзя стать подобным подобным Господу поэтому это будет продолжаться бесконечно всем будем возрастать здесь начинаем первые шаги вот а вечности набираем ну то есть мы постоянно просто должны стремится 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 а там уже как Господь определит. Да, а стремление в чем? О стремлении в Слове Божьем. Мы пока имеем только Слово Божье. Там, что мы будем иметь, неизвестно. Может быть, там нас сам Господь будет учить. Других источников у нас нет. То, что сегодня в храмах там говорят, это все, по большей мере, это все чепуха. То есть ты к Сарапин Саровскому как относишься? Я его очень люблю. В третьем томе книги для священнослужителей написано, Сарапин Саровский сказал так, «Три дня и три ночи я молился о священниках, модореволюционных, когда он перед семнадцатым годом». И Господь ответил, «Не пощажу и не помилую, и вымыслами человеческими исказили Слово Божие». И они говорили, кто на что гораст. Бабкины сказки рассказывали людям. То есть вымыслы человеческие. И сегодня это все продолжается. И Господь сказал, что всяк человек ложь. Ну, всяк. Я об этом все время говорю. Потому что только Евангелие 100 – это епоскопа. А все остальное, конечно, все это люди писали. Наташа, это говорится о грешных людях. О святых так не говорится. Да? А я думаю о всех. Нет. Человек, рожденный от Бога, не грешит. Себя четко осознать, кому ты принадлежишь. Богу ты принадлежишь или миру ты принадлежишь. Вот сегодня, смотри, как. Миря. Да. Вот сегодня, смотри, как называют. Вы миряне, да? Миряне. Миряне. Ага. Какие миряне? Господь сказал, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очень. Понимаешь? А это сатана уже вошел вот сейчас в церковь и придумывает вот такие названия. Окормление, воцерковление, миряне. Воцерковление. Вот попробуй объясни, что это за слово воцерковление. Что оно означает? Вот вход в церковь, человек начинает принадлежать какое-то общение. Нет? Ну, каждый свое придумывает. У него определения нет основного, понимаешь? Это правильно. Принадлежать какому-то зданию начинает человек. Воцерковый Бог. Воцерковился, да? А в Евангелии написано «рождение свыше». Не воцерковитесь, а родитесь свыше. И тогда вы будете принадлежать Богу. Потому что Бог, Он есть Дух. И церковь его внутри нас находится. Да. Оно не в зданиях, не везде. Да, да, да. После 17-го года прожигали все церкви деревянные, да? Все, не осталось, одни угли осталось. И что, человек потерял Бога, что ли, значит? Нет, ничего подобного. Люди собирались по подвалам, по квартирам собирались. И также служили Богу. Здания эти ничего не обозначают. Тем более, сегодня вот эти здания в квартирах, и колондах, вот в этом золоте, все это нежность перед Богом. Раньше люди причащались из деревянных чаш с золотыми сердцами. А сейчас из золотых чаш с деревянными сердцами причащаются. Ну, Серафим Саровский сказал же тоже, да, что придет время и на пеньке будем молиться. В лесу на пеньке служить литургии. Ну, Серафим Саровский говорил о том времени, когда он уже прошло это время. То есть он говорил о времени революции, войны Великой Отечественной. А думаете, сейчас не может прийти такое время, что мы тоже на пеньке в лес уйдем? Ну, кто уйдет опять? Кто уйдет? Уйдут Божии, понимаешь? А в церкви они так и останутся. Придет сатана в мир. В церкви этих, знаешь, сколько будет они гореть, будут пополам. В этих церквях будет что происходить? Сборище сатанинское. Понятно. Они также будут и в мечети стоять, и ашрамы будут индуистские стоять. В красоте такой неимоверной. А Бог там будет один, сатана. Ну, я это все немножко в курсе, настолько, насколько могу как бы вникнуть в это. Особо стараюсь не вникать, потому что... Ну, только Господу молюсь, чтобы Он вывел их на правильный путь. Сам меня за ручку. Мне кажется, женщины, они больше дела ничего, милосердие наши, да любовь. Чего мы еще нас женщин можем? А мы к этому и призваны. У нас, Христов, две заповеди, самые важные, самые главные. Это основа, основа вообще жизни человеческой. Возлюби Бога всем сердцем, всем разумением, всем помышлением, всей крепостью своей. Возлюби ближнего, как самого себя. И все. Вот две важные заповеди. Скажите, я вот и Сергея, Сергея Корева, я тоже с ним тут немножко и общалась, и слушаю его периодически. Что-то смотрю, он с Ютуба все видео поудалял. Он в Москве, он мне писал. Приехал, в поиски он сейчас пока, да. Позвонил мне, тоже. Поехал на работу, деньги зарабатывать в Москве. И говорит, там в грех впал. Ну, как грех, какой грех, то есть, прилип немного к миру. Теперь он отлип, вроде, теперь надо настраиваться какое-то время. Понятно, ну помоги ему Бог. У него тоже дочка такая же, как у меня по возрасту. Тоже тут он писал, что и с дочкой были проблемы, что она хочет. У меня тоже хочет быть самой умной, выучиться, я не знаю, на кого. Учит, учит, зубрит, зубрит, сидит. Тоже стремится к такому, к житейскому, к мирскому. У меня сестра есть, ну, сестра во Христе из Екатеринбурга. Так Господь вот свел, потом создала ли мы чат в WhatsApp, и вот сейчас общаемся, там очень много вот этих всех разговоров она нам посылает. Находит, знаете, наверное, отец Сергей. В Екатеринбурге романов. Обитель веры и любви. Да я за этим не слезу, зачем? Он очень много, говорит, об этом тоже говорит сейчас. Он не благословляет уже ни в Иерусалим, ни куда летать. Ни на святую землю. Ну, к ним в монастырь Екатеринбург монахини приехали со святой земли, потому что их там что-то якобы принимать было, выставляли. Такие вещи. Это тоже опасность, вот ходить вот за этими. Сегодня священников-то и нету, рожденных от Господа. Вот если они есть, то их очень мало. Сегодня очень-очень-очень опасно искать каких-то батюшек. Лучше с Господом. Дух Святой всему научит. Всему абсолютно. Он будет учить, когда ты только будешь к нему обращаться, не будешь других последников искать. А как обстоятельствами? Обстоятельствами какими-то? Нет, мыслями. Он мыслик будет с тобой говорить. А как вот узнать, откуда эти мысли? А ты никогда, она, радостная мысль приходит. Вот как ты сейчас полно себе щелкнула. О, глянь, поняла. Понимаешь, вот так вот так и Господь говорит. Эврика дошло, да? А когда сатана говорит, он такими загадками говорит. То есть или да, или нет еще пойдет, берись. Понятно. Как сказано, что любое сомнение от дьявола, если есть сомнение, не дает. А батюшки это все гордость кругом, гордые все. Человеку трудно избежаться, когда его почитают, уважают, едут отовсюду с советами к нему. Может быть, он и хороший человек, и все, но он все равно его искушает на этом дьявол. Почему вот такие вот священники, старцы, они бегают сейчас в горы, сейчас есть в горах еще единицы. Они прячутся от людей, потому что люди сейчас вот этих чудес, каких-то вопросов ездят ищут. Вопросы-то в основном мирские, житейские. Да и они никакие вопросы, они стыдно задавать, их даже вопрос стоят. Да. Надо родиться от Духа Святого, и все. Вот один вопрос, как мне родиться от Духа? Вот этим людям надо ставить все вопросы. Как мне Божьим стать? Потому что, не став Божьим, ничего ты не получишь, ничего ты иметь не будешь. Ты так и будешь. У меня знакомая есть, она. Вот она 25 лет проездила вот по этим старцам, по всяким, поискала. Приехала, они под Москвой живут. Приехала ко мне в прошлом году, сидит, и вот так. Я вот сейчас оцениваю вот всю жизнь свою. Четверть въехала. Зачем я ездила? Знаешь, там раздует, это будет там батюшка, там батюшка, благодатная все. А приезжаешь, и что, ну и все они будут одинаковые. Все это бабьи и басни. Ну я тоже люблю поездить везде. Ну опять же вопрос себе ставить, зачем, для чего. А я не знаю, прям вот тянет душа вот просто общение каких-то людей, которые в господи, вот с вами общаться. Ну это же вообще радость-то какая. Ну то, что общение, конечно, это да. Вопрос в том, что главное, тебя не тянуло за какими-то чудесами, что-то найти там благодать, какую-то, ой, там место благодатное, поехали, поехали. А, нет, тут больше-то хотелось к какому-нибудь старцу попасть, чтобы понять, как жить дальше, правильным ли я путем иду. Может быть, я что-то не так делаю, чтобы поднаправить к спасению. Этих старцев нету, все, они кончились еще лет сто назад. А все, что было, вот сейчас есть, это все. Ну шура. То, что он сейчас привозит, все эти мощи какие-то, вот Николая Чудотворца там, все это... Я не ездила уже. Патриарх Кирилл говорит, вот показатель православия. Да это показатель язычества, показатель неверия. То, что миллионы людей, это... Опять же, эти миллионы идут зачем-то чудесами. Чтобы дочку в институт устроить, чтобы сын хорошую работу нашел, чтобы муж не пил. Они зачем туда идут? Да, да, и я тоже, к сожалению, себя 10 лет вела как потребитель. Оказывается, что не нам Бога должен, а мы Бога должны, да. О, а теперь одна мысль, да, а что же я могу-то сделать для него? И ходишь, и не находишь, что бы такого сделать, чтобы в полной мере... И понимаешь, что ты в полной мере его никогда не отблагодаришь за его милость просто. Есть, конечно, еще... Есть и в Москве даже есть единичные храмы, где служат такие вот батюшки, которые евангельские, можно сказать, на евангельском учении. Вот, они говорят вот правильно. Но основная масса, это все, ну, идолопоклонники. Понимаешь, что это все называют храмы в честь иконы. Что лишь храм в честь иконы такой-то, в честь деревяшки. Что такое икона? На иконе изображение святого человека, который жил когда-то. Мы должны просто, глядя на эту икону, подражать его жизни. Покуда мы еще вещественны, находимся в теле, то мы должны как-то укрепляться и через зрение, и через слушание, да. Поэтому и существуют вот эти, как бы, подпорки для нашего существа. Мы смотрим на икону, нам легче воспринимать. Вот он, он, святой мой. Я хочу подражать ему. Ну, а... Есть вот это вот поклонение, и от этого надо уходить. Ну, а в смысле поклонение? Летом присылает человек фотографии. Вот смотри, говорит, что у нас в храме творится. Какой-то камень где-то нашли. На этом камне пятно какое-то. И сказали, что на этом камне убили какого-то священнослужителя в 17-м году. Мой кровь его. Понимаешь, его положили на алтарь, на крест положили его, Христов. Непонятно вообще, что это за камень. Кто это сказал, что на нем убили кого-то. Понимаешь, и идут все вот эти люди, все вот эти миряне, и целуют. Он лежит у ног Христа, и люди идут не крест целуют, а камень этот целуют. Понимаешь? Вот оно, идолослужение. Угу. С мощами, с этими. Гарантии нет ни одной песчинки, ни одной секунды нет гарантии, что эти мощи принадлежат к такому-то святому. В 17-м году такое углубление было над этими мощами, там что только над ними не делали. И неизвестно, какие туда костей поналожили. Что такое мощи? Это лежит целый человек. Это мощь. Вот, то есть он не изгнил, он показывает образ бессмертия тела. Он целый, он лежит, вот, вперед он там три мяфонские какие-то есть еще святые. Так и называется, вот, мощь тела не гниет. А это кости сгнившие лежат, а какие же это мощи, если это все сгнило уже? А тем более еще берут молотками, дробят это все. Это вообще кощунство. Вот это вот идолу поклонения, если. Это я тоже слышал, читал, что якобы даже и Серафима Саровского мощи, это уже там не его мощи. Да хватит, ну кто ты, бабка какая-то нашла на чердаке, кричит, что ты понимаешь? Это сделает лишний бизнес, создать и все. Разнесли, а это же как легко сегодня делается, на передачу к Малахову приходишь, вся страна узнает об этом. И вся страна к тебе едет и деньги везет. Это бизнес. Сережа, а вот эти вот отчитки в храмах отчитывают бесноватых. Просто рядом с моей работой храм, там прям больших кого-то бесноватых отчитывает. Это есть на самом деле это? Как к этому относиться? Да нету сейчас никого, Наташа. А как это там ару? Я не знаю. Кричат? Оглумление, бесы глумятся. Они глумятся, бесы. А он вроде, понимаешь, как показывает людям, вот вроде он раз выходит, все, все вышло. Батюшка тут возгорделся, вот он я, бесы выявил, смотрите, бесы тут. Но проходит время, они же возвращаются у этих людей. Но если они ничем не заполняют, то да, наверное, больше возвращаются. А чем они, а чем они дополняют, если они не рождены от Бога? Если они нерожденные, слышат вопросы причастия, то есть, опять же, попыри они и учат, почаще причащайся, почаще исповедуйся. Им надо народ таки удерживать в храме, а удержать словом они не могут. Они и удерживают народ, пугая через причастие. Есть свидетельство Марии Египетской, вон, посмотрите, 47 лет не причащалась. Раньше люди причащались 4 раза в год. Каждый на пост. То есть, перед постом ушли или в сам пост непосредственно причащались и все. Приходим, каемся, да? Неизвестно, кто с каким сердцем кается. А многие люди просто отговориться приходят. То есть, проговорить свои грехи. Неужели Господь сердце не видит? Конечно, Он не простит этого греха. За преднамеренный грех нет прощения. То есть, его грех надо каждый оплакать свой и принести его Богу. А если у тебя под каждую неделю ходить и машинально одни и те же грехи носить, грешу и игра шусь с Богом какая-то. Грех правильно, если ты согрешил где-то, ну, действительно, или с кем-то ругался, допустим. Обидел кого-то. Ну, да, я не прав. Все, скорее в церковь. Скорее припокаяться и причаститься. А так зачем? Я причастился на той неделе. И что, на этой неделе ничего со мной не произошло. Так вот, зачем мне опять причаститься? Не, ну, а Господь-то же сказал, пьющий мою кровь и идущий мою плоти во мне пребывает, и ас в нем. Это же тогда вот как для чего? Я так думала, что чем чаще причащаешься, тем в Господа в себя принимаешь чаще. Тем ты будешь стремиться быть более чище, потому что тебе вот сейчас Господа в себя надо принять, и ты должен там чистым быть таким постоянно. То есть это как в узде держать, так скажем. Мы научили причащаться взамен того, чтобы вот о чем отец Геннадий Фарк говорил, родиться свыше. Когда мы рождены свыше, Дух Божий на нас подчимает. Тело, конечно, причастие обязательно должно быть. Это надо делать, но с умом тоже надо делать. Не то, чтобы понимать, что это опять же пульт сделали вот и дети каждую неделю. Зачем? Для чего каждую неделю? А из этого сделали просто заработок. Они зарабатывают мало. Поэтому им надо деньги. Смысл-то один, всем понятно. Некоторые священники честно уходят, понимаешь, они не могут существовать. Когда за таинство деньги берутся, за венчание, за крещение. Это грехсимония называется. Такой священник должен моментально из храма быть выгнан. Извержен должен быть. У моего батюшки прям крупными буквами в храме висит. Венчание, крещение. Там что еще-то я не знаю. Бесплатно, прям крупными буквами. Он говорит, за благодать деньги брать нельзя. Даром получили, даром отдавайте. А венчает он, как он венси полагает на голову? Да. А крестит в полном погружении? Ой, я не знаю, как вот он крестит. Он с головой погружается, люди окунаются. А я не видела, как он крестит, я не знаю. И да, вот еще такой вопрос, потому что я тоже одного батюшку слушала. То есть поливанием католиков крестят православных полным погружением. Откуда я знаю, как меня крестили, например? Это было вообще... Я родилась в 81-м году, и меня носили маленькую в храм. Бабушка. Проси, но у тебя свидетели должны остаться какие-то... Бабушка, она меня носила, но ей уже 86 лет, и я не знаю, что она мне вменяемо ответит. Пока я жива, расспроси ее. Расспроси, как я тебе... Я тебе дам ссылку, у меня есть специальный... Я делал ролик еще два года назад о крещении, как правильно креститься. Вот. И обязательно тоже посмотри, потому что это очень важно. Угу. О крещении. Потому что это опять нарушение, это беззаконие. И над этим беззаконием еще боролся воин Есенецкий, епископ. Ох. Мука, воин Есенецкий. Я его очень люблю. Самый мой любимый, святой. Тогда уже начинали приступать вот этот закон, понимаешь, ну, ленится эти, ленились набирать эти, переводить людей. Кто-то стал бояться, что утонет человек или захлебнется. Вот. И стали, по подобию католиков, крестить вот этим обреванием. Ладошку набирают или еще хуже этим веничком брызгают. То есть люди стоят в одежде, а они брызгают. А это целый чин, это плоть, тело должно полностью погрузиться в воду. Ну, а если не погружали, например, ну, Господь-то видит все это, что это как бы так сделано было. Ну, не специально, а вот из-за лени какой-то. Неужто не крещеный народ остается? Все равно Господь, наверное, Духом Святым крестил, нет? А это неизвестно. Это Божий вопрос. Ну, когда ты об этом узнаешь, ты должна исправить свой путь. Угу. Понятно. Пока ты не знал об этом. Угу. Все ясно. Поэтому, ну, я вот два года назад обливанием ко мне приезжали два картоиерея. Так как я такой лежачий, да, для меня сильно распространяется обливанием. То есть обильно возлить на такого водой можно. Угу. Все остальные должны погрузиться в воду. Вот. А то, что сегодня делают, это обман. Это не крещение. Ну, я тоже так вот порассуждала сама с тобой. Думаю, Иоанн-то креститель же всех крестил полным погружением и кунал. И должны, наверное, так же делать. Слушай, уж веничком брызнул. А это все от католиков. Сейчас икона в православных храмах. То есть стоит Иоанн креститель и Христос. И он его, видишь, поливает из такой рюмочки какой-то на голову, его льет, понимаешь? Угу. Это католицизм проник уже, вот как сто лет в нашу церковь. Я была в монастыре здесь у нас недалеко, мастера. Может быть, знаете, там иконы пишут, мастера. Ну, в общем, вот я была там в монастыре два дня. Пожить ездила. Вот там заметила, что там молитву читают уже католическую. Франсиска какого-то, не помню, святого. Конечно. Там слова, конечно, красивые, очень красивые слова. Чтобы не меня любили, но я любила, чтобы... Все это... Это святые, такие же святые. Ну, это, понимаешь, через это они, видишь, как лукава, они вводят, вот, традиции католичества. Вслед за этим пойдет более грубое какое-то введение. А дальше служить начнут вместе. Ну, это тоже я смотрела. Там же вот календарь православный на 2018 год, служебный. Там тоже уже много ввели поминаний именно католических святых. Прям в празднике писали. Ну, Господь, наверное, это все все равно видит. Пускает, что ли, это... Мы свободные существа. Нас сотворил Господь по своему образу. Дал нам полную свободу. И мы делаем, что хотим абсолютно. Но за каждое свое дело и слово будем отвечать. Понимаешь, если бы Он вмешивался в наши дела, мы ушел бы туда, мы были бы, ну, подобные ангелы, такие же слуги были бы какие-то, да? Он нас заставлял, вы это делаете, это не делаете. Туда ходите, сюда не ходите. Но Он нам дал полную свободу. Он хочет, чтобы мы стали богоподобными. Чтобы мы со Творцами стали, чтобы вместе с Господом трудились в вечности. Потому что, чтобы с Господом трудиться, надо быть, вот именно состояние это обрести. Состояние свободное. Да, я тоже сегодня ехала, думаю, ну, а мы действительно как-то прошайки. Вот у меня ребенок, вот, он будет у меня чего-нибудь просить? Там, дай, дай, я скажу, нельзя тебе, нет. Но я очень часто так делаю, в конце концов, говорю, иди, делай. То есть, он там ожегся, обжегся, или что-то ты уже сам на своих ошибках и понял. А, ладно, иди, делай, раз ты там не понимаешь, что нельзя. Так же и Господом? Конечно, оно очень похоже, да, на воспитание детей. Точно так же наше воспитание воспитывает. Я не устаю, ну, каждому человеку, вот, с кем я говорю, общаюсь, я каждому человеку не устаю говорить Евангелие, а Евангелие. Читайте слово. Это такой кладезь, понимаешь? Люди читают его по полвека. Читают Евангелие каждый день. Ну, когда, ну, наизусть, знаешь, что ты там читаешь? Вот, а люди читают и каждый день что-то новое выносят для себя. Потому что оно, оно, это слово, оно живое и действенное. Так Бог сказал. Оно действует совершенно так, как нам неведомо даже. Вот, опять же, и Господь так говорит. То, кто любит меня, понимаешь, вот он как бы требует доказательства такого. Кто любит меня, тот соблюдает слово мое. Вот, если любишь меня, как вы, между любимым, да, мужчиной и женщиной, любишь меня, вот сделала это для меня, да, так и Бог нам предлагает. Если любишь меня, то соблюди слово мое, что я тебе написал, оставил, соблюдай. Итак, отложи всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Субтитры создавал DimaTorzok